кто-то видно откопал оружейный склад вот и выставил эти элементы либо хранец под музеем хочу ваше внимание обратить вот на этот интересный прибор он одевался на руку как мы видим и очень похоже что вот это все как пушка то есть окошечко через которое можно прицеливаться то есть раньше чуть другие приборы были и скорее всего он бил на большое расстояние этот прибор сам момент подпитки нам пока то есть неизвестен может быть есть как в какой-то статье это и происходит эта информация но обращаю внимание то есть у нас защитный фокусирующий меч защищающий непосредственно стреляющего воина рукоять рука полностью закрыта сколющим предметом на руке даже двумя но кстати они имеют все равно своеобразную форму поймите заострение лишние носить на своем личном бундирование тем более в походе не выгодно потому что его вам придется очень долго чистить и он у вас будет конечно же окисляция портится у воинов принято держать сброю чисто но здесь именно принципиально очень большое количество заострений то есть у нас есть какой-то магнитрон как у вас микроволновки и вот это все у нас осталось токов фокусирующая антенна направлять на направляющиеся по прицелу так скажем переносная электропушка так у нас есть вот эти мечи вот далее вы скажете нет я очень хотел бы увидеть вот опровержение далее что интересно на части доспехов левая рука надевается даже больше чем право и опять коробочка на рукояти очень необходимое для меча сооружение а вот для посохов стандартный аксессуар историки скажут что для заказывания закладывания мощи для придания успеха в сражении аха а ящик на танке для инструмента он для мощей но тут уже сарказм согласен кто рассказывает очень многие экскурсоводы по моему опыту во многих местах пришлось бывать они даже не понимают где вводят людей и какая функциональность некоторых помещений что же говорить об этих устройствах если они не занимались пристально своим предметом получили зарплатку и ушли и могут вам рассказать больше легенд вот и вот типа посох почему бы кстати есть такая легенда то есть история что булава которая была у гетьманов различных князей это тоже электрооружие мощное то есть это не только символ власть но очень мощное сильное оружие похоже кстати по индийским видам вячеслав если напомнит как она называется я уже не помню но скажем так такой генератор с очень большой мощностью и его имел право носить только против воин который понимает чем он имеет дело и применяет его очень редко вот тоже самое маги имели вот такие вот посохи они могли воспользоваться в различных предназначениях и даже в оборонительных вот вам генератор пожалуйста и даже вот кстати многие помнят про гарри поттера и других скажем так сказочных магов у них такой посох и вот они наводят посохом так вот это скорее всего была не сказка люди которые писали сценарий они очень хорошо эрудированы и прекрасно знают эти легенды вот то есть получается у нас есть вот генератор и пожалуйста им наводите на все что хотите не имеет очень большую мощность как она генерируется мы пока до конца не не понимаем но тем не менее позволить себе такую наглость скажу что это все работало и работала вполне успешно я думаю что так называем маги далеко от нас и не ушли а между тем из проволоки делали монету а вот показывает как делать монетку то есть брали аргенту аурум и так далее то есть многие элементы люди уже использовали под свои хозяйственные вещи то есть либо под монеты чтобы сохранить а саму элементную базу разобрали то есть даже можете зайти на любой объект старые военные там она все разворована и очень много проводки переплавливают издает на пункты хранения и стараются еще кстати с некоторых микроэлементов выплавить драгоценные металлы и вот здесь вот грубо говоря вам показывается этот варварский метод которым разбирали все вот эти мечи оплетки с церквей и почему до нас это ничего не дошло все просто дайте времени и найдутся варвары которые это все разберут некому охранять значит это общее было начать можно и разбирать и разносить вы кстати тоже застали такое понятие как распад ссср все прекрасного произошло то есть все мы разобрали все продали кто-то стал богатым а кто остался при своих тапочках домашних ну вот дальше все просто оказывается слиток серебра раскалка на проволоку и рубка плющение штемпеля для ручку но и чеканки готовы монетки чешуйки вот вам и украшение женщинам то есть то что осталось на востоке по сей день то есть уже женщина все что может вынести на себе это все ее сие украшения поэтому она с ними не расстается вот вам эти чешуйки то есть кто что наворовал повесил на себе и носит с собой с удовольствием дальше изготовление золотой проволоки мы не будем изучать и вот интересная артефакт то есть из книг старинных можно найти интересный момент и на что же это похоже вот у нас шпага и вот какие-то круги все просто это диаграмма направленности то есть краткая инструкция к применению по применению для воина вот пожалуйста как им лучше бить то есть у нас есть по мощности сигнала то есть диаграмма направленности куда он ее может наводить основной удар идет там бешпиль а все остальное то есть может только слегка задеть и грубо говоря то есть там где уже рукоятка практически никакого поля нет и пока что я попытаемся прочитать лагрант васчо дэлла испада ну похоже на испанский а вот вам еще одна инструкция по применению меча объясните мне зачем человеку вымерять градусы где 90 бери маши мечом и отлично почему должна быть именно какая-то опорная нога я могу предположить что скорее всего нужность нужна земля первая для защиты а вторая для генерации исходного импульса я уверен что это общая структура по применению но не показано еще дополнительное оборудование на войне сожалению такового здесь нет в описании и скорее всего мы и не увидим получается чтобы шпага не просто железяка прибор определяющий максимум и направление недаром их носили аристократы а переломом шпаги лишал чести да и давали ее не просто так а избранным похоже на пеленгатор силы то ли ра то ли па то ли гать типа ра компаса определяющего вектор дороги по которому можно идти соответственно пеленгаторы и нынче не сложные штуки контур где по мощности сигнал определяет направление и тут тоже шипок ну уважаемые слушатели мы не забываем что молотком можно и построить и сломать тут шпага имеет двойное назначение пойдемте дальше в сути это детекторный приемник что пеленгурует направленность по сигналу только в данном случае это сигнал рассвет что идет от той или иной стороны света то есть не просто солнце светило того или иного спектра поэтому нужны настройки на его частоты ну а по мощности можно судить и направление соответственно честь не пустой звук а пройти мог этой дорогой только честный воин иначе как увидеть и не потеряться соответственно мог вести отряд и владеть пока был честен тут опять же я потом открою в дальнейшем так мы тут чуть-чуть делаем паски так тут уже заканчивается очень много комментариев статья не одна их много зайдем уже оружие джедаев средневековье интересный экземпляр вот этот хорош автономный электро генератор за спиной и шлем с кокардой наоборот диапазон регулировки явно избыточный но опять же тут очень интересный момент так одевались польские воины мы видели в фильме тараса бульба я уверен что перья вставили уже позже собрали еще могли и потом некоторые только опять же клоуна ходили кривлялись защитный костюм для защиты самого оператора и грубо говоря антенны для съема внешней энергии внешнего электро импульса и воин становится не только силен но и электро оснащен то есть перед вами просто напросто воин электрик тот же джедай соприемной антенной и генерации грубо говоря энергии на свое оружие оружие здесь к сожалению не представлен далее есть предположение что назначение пластины в районе носа сделаны для частичного экранирования статистики ну кстати да то есть очень многое задается вопросов зачем вот эта штука кто-то скажет чтоб мячом не ударили но очень часто в чем проблема отверните голову если уже ударят то могут и погнуть и пройти и так мячом так для выравнивания конфигурации поля например чтобы глаза не щипало или чтобы не жмурится от батарейки язык трубочку сворачиваться да вот сами в детстве может кто-то пробовал батарейку крону попробовать на вкус ощущение неприятно а электростатическое поле на большом объекте у вас начнут и гореть щеки когда вы побудете на электростанциях очень долгое время кстати очень вредное занятие то может было возле радаров они тоже излучают очень мощные импульсы и очень плохо влияет на здоровье поэтому воины не просто так получали зарплату скорее всего но и за вредность они воевали и получали молоко за вредность так а вот накладки на морду лошади сделаны с той же целью опять же вот видим мы что на лошаде одевали сбрую вот мне тоже был вопрос зачем на нее одевать если во первых она становится менее подвижна во вторых есть и другие уязвимые места куда можно кольнуть и погубить ездовую лошадь а нет вот здесь вот уже объясняется почему все просто опять очередные экраны от электростатического напряжения здесь шлемы для воинов которые идут рядом оруженосцы с скажем так так называемыми воинами с генераторами то есть чтобы ему тоже не было плохо а мог подавать скажем так нужные приборы то есть почему бы и нет тут уже показан меч в Смоленской области калаш опять инструкция мечей мы к сожалению на этом языке читать не можем здесь скорее всего уже объясняется сам остаточная информация здесь у нас проскакивает так но здесь они как-то сравнивают предмет с розеткой очень интересно вот вам отверточка например так шпага как отвертка еще вариант проходит так ну вот смотрим здесь ну кто-то говорит вот тоже неизвестно как собственно хватать но скорее всего не хватать а этим метать очень похоже как метательный предмет но не будем все сбрасывать в одну кучу попытаемся найти что-то интересное ну кстати очень похоже как у заземлительных контуров то есть грубо говоря когда приезжает какая-то машина с переносным генератором старается обязательно заземлиться то есть у воина тоже можно просто проволочку и быстро воткнуть почему бы и нет вот вам и заземлитель то есть он несет и как колющий предмет и как штырь который позволяет входить в землю кто-то скажет да может быть это все притянуто за уши но больше аргументов за чем против ну вот очередная тоже микропушка вот для рыцаря но тем не менее мы пропустим эту штуку то есть они очень похожи на антенны щупы то есть все сравнивают с предметами вот вот как одевается провод ничего не мешает туда и руку засунуть если она достаточного размера ну здесь уже показывается как прикрепляется толстого сечения провода вот и как они потом перекручивается в подстанциях ну пойдемте дальше ой тут информации очень много поэтому все тут уже пошли дополнительная информация кстати обратить внимание как много статей на эту тематику это можно на это затратить очень много времени оружие джедаев 20 века показывали тут электрошоу кстати костюм электрика очень интересный то есть он практически сделан из сетки и обязательно заземлялся то есть человек который заходит в это пространство с высокими напряжениями одевает этот костюм такие костюмы одевают на электрошоу вот этих устройств теслы катушек и раньше тоже вот вам пожалуйста вот зачем была нужна кольчуга и все остальное все объясняется и вот защитный у вас экран все правда в легком варианте потому что человек просто работает и не имеет дело не с колющими не режущими предметами но суть остается та же кстати люди которые работают на определенных устройствах тоже обязаны надевать такие костюмы чтобы защититься от электромагнитного излучения и изберечь себе здоровье вот приближенный вариант микросетки кстати вот если у кого-то будет возможность и будете хранить такую ткань это очень хорошо вот кстати в этой облачается у вас и священники это по сути вот он пожалуйста люди электрики но правда они сами не понимают что они по сути это и электрики в прошлом вот защитный костюм который сейчас продается то есть фирмами различными тут он уже чуть усложненный под специализацию но тоже хорошая вещь также зажимы вот вам высотники как одеваются вот пожалуйста маска электростатического напряжения чтобы не ударило и обязательно в заземление через ботинки вниз все легко и просто вот вам общий костюм вот но к сожалению он не увеличивается то есть мы смотрим на старинные системы защиты и видим что ну точнее оборудование старинное конечно сеточки скорее всего не сохранились их поела коррозия но тем не менее все это работает вот у вас на картинке человек в этом костюме и в него бьет ток но при этом он защищен то есть он стекает уже по полу вниз ну представим если человека грубо говоря одеть в этот костюм и он не пройдется по земле будет в резиновых ботинках вот и если кому-то дотронется то будет очень неприятно то есть ток стечет по тому человеку вот вам и электроборьба пожалуйста то есть кто-то дома даже проверял когда вас бьет током то есть либо вы снимаете одежду либо с кем-то вы здороваетесь либо кто-то до вас дотронулся у него оказался избыток тока или у вас кого-то очень сильно бьет током потому что на этого человека истекает заряд быстрый момент времени здесь опять перечислены очередные костюмы и вот вам воины пожалуйста чем не боевые электрики все защищены в костюм то есть защищены насколько можно вот у некоторых кстати закрыты лица то есть все откуда одевали если раньше люди ну то есть по фильмам Второй мировой войны люди одевались все костюмы для маскировки то здесь они уже одевают как защиту электрозащиту ну давайте прочитаем чат может в чате что-то у нас интересное так так комментарии какие-либо будут я читаю чат может быть как-то обсудим этот вопрос или продолжим далее вот а в чате тишина хорошо ладно продолжим если потом уже обсудим потом мега электрики прошлого века ну прошлых веков так так вот опять же эти резонаторы которые мы с вами обсуждали все то же самое тут просто эта информация повторяется не будем заостряться на таких мелочах пойдемте дальше где же мы не открывали еще такие интересные странички давайте четвертая что же у нас четвертая что же у нас здесь проявится а вот это оружие о котором я говорил да вот оно одевается на руку вот вот отверстие через которое смотрят воин имеет сбрую как мы привыкли видеть на картинах но мы не не привыкли видеть вот такое еще устройство многих бы заставило задуматься вот вам направленная антенна шпиль в какую сторону и человек явно целится куда-то далеко в ближнем бою это оружие бессмысленное все что применяется все должно подчиняться логике ну опять же вот у него есть и колючие предметы вот если вы думаете что не несет никакой смысловой нагрузки тогда это похоже как в детской игре пил пил я тебя убив вот идемте дальше что мы видим кстати вот вот разработки которые делались советские времена в начале двадцатого века и вот у нас оружие современное которое даже пытается смоделировать в играх бах перчаткам ну я думаю что даже такой безделушной еще будет получить неприятно далее вот у нас это сброя опять же мы помним о том что многие элементы уже отсутствуют мы до конца не понимаем как работал функционал током мы имеем здесь внешний контур вставляется рука зажимается ремнями отверстие смотровое ну и ручка для державка ну очень интересно вот еще оказывается они были нескольких видов этот не оказывается не только какая-то бутафория а оказывается их было много но это оружие было скажем так элитное и его носили не все обычный воин не мог его получить то есть это был какой-то вот специалист как есть гранатометчики автоматчиков много а гранатометчиков не в таком-то и количестве их найдете типа как АГС-17 в этом духе вот вам пожалуйста оружие электромагнитное вот у нас есть прорези для фокусирования луча и корректировки его все практически та же электроника если вы посмотрите на микроприборы то есть как они выглядят и на микросхемы вы удивитесь очень много схожего так далее вот вам пример по СВЧ печи так в камере СВЧ есть такая сетка которая не пускает наружу СВЧ да то есть у вас дверцы экранированы вот этой микросеткой пожалуйста тут уже у нас вот это у нас магинетрон который изучает эти импульсы то есть высокой частоты генерирует их точнее и его впускает и тут уже рассматривается старинная картина считается что это ну то есть упрощу как бы и сэкономлю во время автор считает что это вот у нас люди как сейчас собираются пингбол и стреляют и играют грубо говоря то есть параллельно есть боевые действия где люди реально убивают и травмируют один другого но есть еще такие вот искусственные бои как пейнтбол страйбол то есть и можно сфотографировать эту картину показаться что это реальный бой если кто не знает что это за игрушки то соответственно он может подумать что это война была если кто-то получит фотографии из наших детей они подумают как это так воевали а потом обнимаются у них будет не с ростом все просто в старину то же самое делали пики турниры одевались облачались и это скажем так постановочный бой и эти пики спокойно ломаются то есть для разрядки массовое движение развлечения кстати я соглашусь с автором почему бы и нет так что получается у нас тесла эдисон и все остальные не открывали а просто-напросто пересоздавали эти технологии вот и все то есть они практически только чуть-чуть были забыты так различные генералы о генераторы вот смотрите здесь тоже интересный момент у нас такое есть понятие кто служил в армии кто-то слышал что в случае потери знамени у подразделения часть могут расформировать точнее расформируют и конечно же за это очень сильное наказание этот обычай остался то есть скажем так но откуда же он все-таки взялся то есть не подчиняется логике то есть то честь там еще что-то это священно потому что здесь были нарисованы святые оказывается нет опять же вот эти флагштоки все эти флаги по сути это каргокульт на более старинные антенны да да не удивляйтесь старинные антенны вот смотрите идет подразделение и вот они несут свой как он называется ну назовем это флагом я уже честно говоря забыл как он называется назовем флагом вот в казахстане идет эмуляция скажем так каких-то воинов старинных хотя они до конца не понимают что они носят но тем не менее то есть у нас постановочное движение и они что-то несут если они вот это потеряют им будет плохо и за это наказание ну почему так то есть как бы может это что-то святость да нет это обыкновенная зорница пианиц да вот и вот у нас тут картина у нас тут идут казаки у них идет флаг который ну конечно все объединилось сразу две скажем так стихии соединились а по сути очень древние времена у нас была просто антенна и если подразделение потеряет рацию или вы потеряете радиста поверьте вашему подразделению то что будет плохо вы не вызовете ни подмогу ни усиление какого-то еще подразделения то есть вы ничего сделать не можете не можете получить приказ не можете передать приказ не будете знать куда вам перемещаться куда как поменялся уже бой то есть вы можете попасть просто в руки противника и конечно же вас за это накажут то есть это жизненно необходимая была вещь и потом уже когда потеряли так называемую технологию радиопередачи пожалуйста мы получили флаг и кстати флаги еще можно воспринимать как приемную антенну электричества тоже это момент очень важный и если люди имели скажем так электронную сбрую то с подстанции какой-то на расстоянии вы на эту антенну получали свой заряд и могли отсюда стрелять или биться вашими мечами и как только вы теряете заряд ваше подразделение теряет боеприпасы но только в электронном варианте все вот и вам все флагштоки и почему осталась вот эта историческая вещь как потеря флагштока почему после этого даже могли и расстрелять теперь вам понятно уважаемые слушатели ну опять же вот у нас обычно показывают антенны шалом и все такое опять же это и лампы и антенны все в одном лице вот эти канделябры вот правильно канделябры все просто они просто в основном сейчас копируют есть люди которые истинно в этом разбираются я больше чем уверен но они этой информации не делятся это просто антенны и так далее то есть мы уже закончили еще одну часть на каком части остановились кстати четвертый ох перейдем на пятую может на пятую что-то интересное пройдет ну то мы это уже проходили здесь опять автор повторяется к сожалению все те же рисунки кстати хочу уважаемые слушатели если вы до конца не понимаете как работает электро вот эти удары мы их не видим автор именно в точку подсказывает смотрите это на воде смотрите как пускают красивые кольца под водой мужчина как дельфин играет с кольцевым воздухом и все аналогично даже тесла или это собирательный образ теслы пишется такая информация что все проверялась вся технология модель этой технологии делалась на воде на воде и на импульсах вот вам и волны и волны они остаются в любой практически среди вот вам и магнетрон магнетронная царь пушка которая стреляет мегазарядом и не надо ей наводиться вверх вниз ей надо наводиться только прямо только наводить на цель то есть очень высокие градусы подъема по параболе или скажем так там это особо не играет электроимпульс имеет прямое движение ему без разницы так называемая гравитация то есть люди любят это слово пускай но таким будет ну здесь показаны примеры микроэлектрошокеров вот люди любители делают эти вещи опять же то есть все повторяется и кстати вот формы бойниц тоже похожи на электрогенератор то есть крепости скорее всего тоже имели электроснабжение и электропушки для обороны но к сожалению все оттуда ушло как сейчас зайдите на любой старый советский объект который был напичкан электроникой вы там практически ничего не найдете а спустя века вы там вообще ничего не найдете а только голые стены и какие-то отверстия а если за ним и не ухаживают за этим объектом то он еще и посыпется вот как-то примерно вот так далее конечно может быть это чуть долговато видео мы будем заканчивать оружие ожидая в средневековье шестой опять те же мечи те же высокочастотные моменты вот шоу на этом устраивают люди до конца не понимают как этим пользоваться вот но тем не менее в фильмах все равно это проскакивает люди точнее охотники за привидениями вот вам лестница исака вот вам плазмоиды в играх и вот у нас есть еще такой интересный магнетрончик кстати вот это оружие богов магнетрон которые рисуются на индийских старых картинах вот вам и даже есть копии которые стоят в храмах многие не понимают а это просто генератор мощный генератор которым можно сильно бить током бить молнии вот вам и зец вот и вам полубоги которые могут спуститься и ударить электрошокером но только в чем у них плюс они понимают что они составляют и даже вот маленькие вот эти рисунки позволяют концентрировать энергию в очень мощный сгусток вот и все вот вам все технологии которые собираются индийская картина кстати к слову смотрите человек метает какой-то предмет и у него идет электроудар то есть она не проникает не пробивает его полностью а просто снаружи прилипает и человек начинает биться в конвульсиях вот вам и очень богатые люди потому что у них есть это оборудование и могут себе позволить даже в наше время обычный гражданин практически не имеет оружия а некоторые даже имеют автоматы я вам скажу о некоторых наверное пулеметы вот в то время тоже отличалось есть обычный меч а есть еще заостренное оружие с электрошокером все это объединено в целое меч вот вам опять генератор электро генератор магнетрон оружие древних богов все удивляются что это такое да не может быть это легенды да нет это просто обычные магнетроны то есть только у них технология хорошо сделана и поставлена на поток пожалуйста якобы колющий предмет но по сути это фокусировка в чем большой плюс вот этого оружия то что она занимает мало места легкая и при этом имеет очень большую мощь все вот вам отличие вот у этих воинов ну тут уже пошли лад здесь уже видите уже пошли копии поделки шут есть такое то есть часто у нас много в музеях бутафоре то есть не истинно историческое вот значение имеет а просто туда еще кладут поделки очень похоже чтобы человек который подошел разобраться не понимал что это такое ну здесь то же самое те же мечи различных форм все то же самое их много в большом количестве в музеях хранится ну где видите для красоты и тканью обтянули красивой я вам скажу в военной технике я мало видел красивых вот когда в детстве лазите где-то там все в основном четко и ясно здесь уже человек переходит на альфа бета рентгеновские частицы интересная сама статья и так подытожим все таки что же такое оружие джедаев это оказывается обычные мечи имеющие самые простые как бы самое простое оружие это мечи которые имеют электрозаряд и направляют на противника ну могут параллельно конечно же и травмировать физически потом более сложные у нас есть такие элементы это так называемые мечи уже с дополнительными надстройками как у нас оружие с коллиматорами и всякими прицелами и дополнительными пульками которые имеют там смещенный центр тяжести имеют трастеры и в этом духе также есть модификации вот этих мечей и есть так называемое оружие богов это магнетрон который может бить куда угодно то есть на большие расстояния он занимает мало места и он очень легкий то есть технология всегда только отличалась насколько оно потоковое и как качественно данное оборудование делается вот так что и некоторые вещи которые мы видим в музеях такие как кольчуга латы это просто экранирующую экранирующие вещи которые защищают не только от физического воздействия на тело то есть травмы но и плюс защита от электроудара то есть от статического напряжения так что технологии джедаев это далеко не сказка это забытая реальность всем спасибо до новых встреч Light и не так что в оборудование homל